Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В конце ноября люди из окружения главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, известного в криминальных кругах как Гули, рассказали, что причиной его убийства стала месть за отрезанное ухо. Расстрел Гули стал одним из самых громких событий 2020 года в криминальном мире. Но были и другие. Воры в законе устраивали жестокие разборки, боролись за власть и отрекались от воровских традиций, чтобы не получить 15 лет тюрьмы по новой статье, внесенной в Уголовный кодекс специально для борьбы с преступными авторитетами. О том, что важного и интересного произошло в уходящем году в мире криминала и что ждет его дальше, рассказала редактор информационного агентства Prime Crime Виктория Гефтер. Виктория, какие основные события в мире воров в законе вы бы выделили в 2020 году? Похоже, уходящий год положил начало конца воровскому миру, каким мы его знали. Причиной тому пресловутая президентская новела к Уголовному кодексу статья 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации – занятие высшего положения в преступной иерархии. Она уже фактически убила воровской ход в стране. Воры перестали вести себя как воры, потому что отныне все сказанное ими может быть использовано против них. И эта тенденция будет только усиливаться. Едва ли судебный приговор – это то, чем ограничатся власти. Скорее всего, для воров, которые не отрекутся от своих убеждений на стадии следствия, будут созданы закрытые спичтюрьмы для их компактного содержания отдельно от массы заключенных с особо пристрастным персоналом охраны. Наш ответ Гуантанамо. Отсидка в таком учреждении потребует напряжения всех физических и моральных сил, которых у современных воров попросту может не оказаться. Уже есть несколько прецедентов, когда в результате подобной профилактической работы воры попадали в психушку. Поскольку у нынешних воров нет той мощнейшей идеологической платформы, на которой стояли воры в середине прошлого столетия, страдание за идею лишается какого бы то ни было сакрального смысла. Это что касается исторической перспективы. Из того, с чем воровской мир уже столкнулся, главное событие 2020 года – это, конечно же, смерть Гули. Как на воровском мире отразилась гибель Гули? Несмотря на то, что високосный 2020 год унес жизни 12 действующих воров, в том числе таких известных в России, как Костыль, Зятек или Каха Парпалия, из них, при всем уважении, всего лишь одна насильственная смерть Гули затмевает все прочие. Феномен Гули прекратился также внезапно, как и возник, оставив после себя ощущение пустоты. Его финал был предсказуем и закономерен. Долго гореть с такой яркостью оказалось не под силу даже ему. К великому сожалению, для человека его потенциала Гули не сделал ничего, что осталось бы в памяти через 10 или 50 лет. Зато многие воры выдохнули с облегчением. Гули прошелся катком по самолюбию большинства, кто думал, что что-то из себя представляет или на что-то претендовал до его появления. Как обстоят дела у Захария Калашова? Удалось ли ему сохранить лидерские позиции за минувшие, 12 месяцев, или он их напротив теряет? Сегодня на месте Шакро любой бы охотно уступил свои лидерские позиции, но похоже ему нести этот крест до конца. Верно ли, что клан Мираба Джангвеладзе стал самой могущественной силой в воровском мире? Как это произошло? И какие у него перспективы? Мираб всегда был силен. Просто сейчас его оппоненты лишились административного ресурса, которым обладал Хасан, и сдулись без вмешательства Мираба. Для того, чтобы подкосить Мираба, сегодня его пытаются столкнуть с Тариелом. Таким образом, по старинной формуле Дивайд и Ти Импера укрепляются лидерские позиции вора номер один. Говоря про 2020 год, нельзя обойти стороной COVID-19. Как закрытые границы повлияли на воров в законе? Ушли ли они на удаленку? Соблюдали ли они меры безопасности? Ограничили ли свои перемещения? Многие ли из них скончались от коронавируса? От коронавируса представились два грузинских вора Сачино в Санкт-Петербурге и Кватия в Греции. Насколько эффективна против воров в законе? Работает статья 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации. Достигла ли она своей цели? Как она изменила их жизнь и поведение? Исчерпан ли лимит тех воров, на которых планировали завести уголовные дела? Если нет, кто еще в зоне риска? Статья работает достаточно эффективно, но избирательно. Пока в чистом виде она не затронула ни одного вора первой величины. Но в следующем году полиции предстоит улучшать свои же показатели этого года. Поэтому, в зоне риски каждый, кто состоит на учете как вор. При политической воле, если она сохранится, это всего лишь вопрос времени. При этом эмиграция не выход из положения, потому что международный розыск осложнит жизнь где угодно. Каких основных конфликтов и противостояния в воровском мире стоит ждать в 2021 году? Кто, на ваш взгляд, рискует лишиться воровских титулов? Возможно ли новые коронации? С учетом того, что к воровской короне сегодня прилагается от 8 до 15, желающий надеть ее на себя должен быть настоящим фанатиком. При этом где-нибудь в Абхазии новые коронации вполне возможны. С наибольшей вероятностью получит развитие конфликт между Важей Беганишвили, единственным вором, нарушившим мораторий шакро на новой коронации, и, греческими, ворами, которых он коснулся при поддержке Гули. Одним из главных процессов 2021 года обещает стать суд над Олегом Медведевым. Каким, по-вашему, будет его итог? Как воры в законе относятся к делу Шишкана? И что стало причиной его уголовного преследования? По-моему, итог Шишкана будет для него плачевным. За отнятые чужие жизни остаток своей он проведет в тюрьме. Вор может убить, защищая свою жизнь или честь, но зверская расправа над домочадцами и делового партнера – это моветон. Если кто-то из воров и поддерживает Шишкана, как это делают его друзья-артисты, то мне об этом неизвестно. В Белоруссии спецслужбы поставили на паузу конфликт Паштета и Саши Кушнера. Завершится ли их противостояние в 2021 году? И если да, то кто, по-вашему, одержит в нем верх? Если бы на исход этого противостояния принимались ставки, на победу Кушнерова бы я не поставила. На ничью еще куда не шло. СМИ много писали о больших амбициях воров в законе из Чечни, так ли это на самом деле? Каковы их позиции на данный момент? К чему они стремятся? Если под ворами из Чечни имеется в виду Ахмед Шалинский, то СМИ недалеки от истины, но не в отношении империи Гули. Если у Гули и была какая-то империя, ее унаследовал Намик. Здесь Ахмеду пока ничего не светит. Российские рынки отданы на откуп азербайджанцам так же, как тюрьмы, чеченцам. Чеченские, смотрящие, в местах лишения свободы – это устойчивый тренд нашего времени. Если власть найдет ворам альтернативу, то она будет из Чечни. Что касается регионов, Ахмед, в частности, уже закрепил своих людей в Новосибирске и Томске и сейчас присматривается к Челябинску и Екатеринбургу. В 2020 году в России было несколько бунтов в колониях, которые связывали с ворами в законе. Есть ли реальная тенденция к перекрашиванию зон? Если да, кто за ней стоит и сохранится ли она дальше. О бунтах, устроенных по указанию воров, мне неизвестно. Единственный случай, который связывали с Тюрином в ИК-15 Иркутска, подтверждение не получил. Во всяком случае, для Тюрина он не имел последствий. Существует ли у спецслужб и силовиков необходимость в увеличении числа системных воров в законе для лучшего контроля за преступным миром? Или им хватает тех, с кем они работают в настоящее время? Если бы такая необходимость существовала, реализовать ее не составило бы труда. В последние годы силовики напротив проводили политику вытеснения воров за пределы страны, поскольку их количество за время междоусобицы стало избыточным. Как показывает практика, чтобы держать ситуацию под контролем, достаточно одного вора каждой национальности на всю страну. При этом никто не даст в обиду езида, а армянин будет лучшим другом азербайджанца. Какое отношение у воров в законе к Новому году? Принято ли в их среде праздновать этот и другие светские праздники? Если да, то существуют ли какие-то новогодние воровские традиции? К примеру, прощение врагов? Насколько мне известно, традиции прощать своих врагов на Новый год нет, но сама идея хороша во всякое время.